Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, Евангелие от Луки 2 глава 9 по 16 стих, Евангелие от Матфея 2 глава 1 и 2 стих, мы зададимся следующим вопросом. Почему пастухам явились ангелы, а волхвам звезда? Ну, мы знаем, что в Евангелии от Луки о волхвах ничего не говорится, о них говорится только в Евангелии от Матфея, но зато в Евангелии от Луки говорится о пастухах. О которых ничего не сообщается в Евангелии от Матфея. Давайте прочитаем Евангелие от Луки 2 глава 9-16 стих. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Это пастухам предстали ангелы Божьи, сначала один ангел, потом сон ангелов, и слава Господня осияла их, то есть светом, и убоялись страхом великим. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь, и, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях». Теперь мы прочитаем текст Евангелия от Матфея. Это 2 глава, 1-2 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Теперь нам придется ответить на этот вопрос, с чем связано то, что вот одни пастухи приходят из-за явления ангелов, другие из-за явления звезды, мудрецы с Востока, волхвы. Есть очень устойчивое предание, очень древнее, что эти волхвы принадлежали к потомкам Валаама, сына Виорова. Это тот самый языческий пророк, которого наняли враги евреев, чтобы он пришел и проклял еврейский народ. Когда вместе с Моисеем они выходили из Египта и шли по землям Моава, мавитян. И вот мавитяне наняли этого языческого пророка. И мы читаем в книге чисел, 24 глава, 15-17 стих. «И произнес притчу свою и сказал», то есть языческий пророк, «говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божие, имеющий ведение от Всевышнего, который видит ведение Всемогущего, падает на открытые очи его». Его наняли, чтобы он проклял еврейский народ, их стан, с разных мест его ставили, чтобы он это совершил, а он благословляет еврейский народ и предсказывает явление Вифлеемской звезды. Вот эти слова. Валаам, сын Виоров, восклицает, «Вижу его», то есть он видит Христа, «но ныне еще нет», то есть это произойдет через столетия, «зрю его», но не близко, «восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». Таким образом, так как эти три волхва по преданию, они знали это древнее пророчество языческого пророка Валаама, сына Виорова, они были астрологами, они все время наблюдали, не появится ли эта звезда со стороны Палестины, святой земли Эра Цесруэль, то есть она должна восходить от Иакова, то есть с той стороны. И когда они увидели эту звезду, хотя под видом звезды по небу перемещался ангел, как мы знаем, они последовали за звездой. И вот что пишет Евсей Викисарийский, он пытается как бы объяснить, почему одним являются ангелы, а другим ангел, но под видом звезды. Евсей Викисарийский в своей работе, которая называется «Доказательство в пользу Евангелия», он пишет, «Из-за этого пророчества, вот которое мы сейчас прочитали из книги чисел, и двинулись преемники Валаама, Евсей Ви называет этих трех волхвов преемниками Валаама, ибо это пророчество у них по всей очевидности сохранилось, когда поняли, что на небе появилась помимо привычных звезд некая гостья, в зените, можно сказать, и точно над Иудеей остановилась. Тогда они предприняли труд отправиться в палестинскую землю из-за рассказа о царе, на которого указывала явившаяся звезда». А вот тут блаженный Феофилакт, он точно уже как бы связывает и пастухов, и волхвов. «Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия», потому что ангелы, они очень просты по своей природе, «так как они, видимо, подражают образу жизни праведных, ибо и древние патриархи, и Яков, Моисей, и Давид были пастырями. Ангел не явился в Иерусалим фарисеям или книжникам, ибо они были вместилищем всякой злобы, а те, то есть пастухи, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал им, что он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других, ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. Ангелы, они простецы». И сразу аллюзия на волхвов, а это мудрецы. Для них было бы сложно понять явление ангела, а евреи знали, что Господь часто являлся в виде ангела из Писания. Поэтому им явление более сложно, многосложно через звезду, о которой они уже имели пророчество, как мы прочитали выше, и с появлением этой звезды они двинулись, хотя это тоже был ангел Божий. Таким образом, мы отвечаем на этот вопрос, почему пастухам являются ангелы, а волхвам, восточным мудрецам, звезда. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Библейский портал «Экзегет» Корректор «Экзегет» «Экземет» Продолжение следует...